Планшетный компьютер Всем привет, с вами Александр Сегодня мы рассмотрим планшетный компьютер Supra M143 Давайте снимем крышку и посмотрим что у нас в комплектации Значит у нас идет сам планшет Далее Зарядное устройство OTG кабель Переходник USB USB, micro USB через него Также можно заряжать И гарантийный талон У руководства пользователя Давайте перейдем Непосредственно к обзору Самого планшета Данный планшет Выполнен в белом цвете На лицевой панели Мы видим Фронтальную камеру Сзади Алюминиевая Задняя крышка Динамик Сверху кнопка Reset Выход для зарядки 3,5 мм разъем для наушников С этой стороны Кнопка включения и выключения блокировки Качельки громкости Здесь снимается Три разъема HDMI Micro USB И разъем для micro SD карточки Ну и непосредственно микрофон Снизу нету ничего С этой стороны Так же ничего нету Давайте включим Ланшет И посмотрим на его Внутренний интерфейс Мы выставили максимальную яркость Заряд батареи 82% На начало обзора Давайте сейчас включим Antutu Benchmark Посмотрим результаты теста Результаты теста более чем скромные 8700 очков Все таки я считаю это маловато Операционная система у нас Android 4.1.1 Внутренняя память составляет 16 гигабайт Из которых пользователю доступно 12 Оперативная память гигабайт Но как мы видим Всего 739 мегабайт Видит Бенчмарк Далее Модель процессора Allwinner A31 Четырехъядерный С тактовой частотой 1 Гц Тоже достаточно скромные характеристики Разрешение дисплея 1280 на 752 Наверное 752 Почему не 800 Хотя заявлено производитель 800 Потому что вот эта Скорее всего нижняя панель Она не учитывается Плотность пикселей 160 точек Задняя камера достаточно неплохая 5 мегапикселей Ну фронтальная камера Стандартная 0.3 мегапикселя Далее Из датчиков у нас есть Датчик приближения Ну и все Больше датчиков нет Ну давайте посмотрим Мультитач Тест Сколько здесь Одновременных касателей Не поддерживает планшет 5, 6, 7, 8, 9, 10 Десяти пальцевый мультитач Для 10-дюймового планшета Самое оно Теперь включим Real Racing Посмотрим каким образом Данный планшет тянет Емкие ресурсоемкие игры Углы обзора Достаточно Посредственные Но Говорится Что Ждать Такого бюджетного Планшета Как мы видим Real Racing Грузится Достаточно Долгое время Это не есть Хорошо Но Сейчас попробуем Поиграть Побегать Погонять Может быть Заработает Чудо произойдет Батарея здесь На 6000 мАч По заявлениям Работает Планшет В режиме Такого Среднего Использования На средней Яркости 10 часов Так Звук выключил Как мы видим Проседания По FPS Уже есть Уже наблюдаются Наблюдается Достаточно Проседания Конкретные Ну и давайте Проедем Полкруга Посмотрим Как оно Что Как мы видим Когда оно Прогрузилось В принципе Игрушка Естественно Видно Что Подтормаживает Однако Играть Играть Можно Аркаду Он потянет Без проблем Играет Играет К примеру Сделаем Сделаем Тестовый Снимок Значит Что Мы здесь Видим Мы здесь Видим Что Есть Точечная Фокусировка Делаем Неплохие Фотографии Давайте Попробуем Навестись На Мелкий Шрифт Так Наведемся На мелкий Шрифт Посмотрим В принципе Даже Очень-очень Мелкий Шрифт С расстояния 35 см Разобрать Нельзя Но Как мы видим Камера Достаточно Здесь Неплохая Итак Далее Перейдем Браузер Посмотрим Удобно Ли на нем Сёрфить Сайты И Просматривать Сайтов Видеоролики Раскладка Меняется Вот таким Вот образом Сюда Нажимаем Как мы видим Сайты Загружают Без проблем Делаем Горизонтально Горизонтально Так же Быстро Переключает И адаптирует Страницу Под Размер Так Это что Произошло Неужели Вылетел Эх Или может Я случайно Не то нажал Ну Ну как мы видим Здесь Прошивка Достаточно Косячная Стандартный Браузер Вылетает Поэтому Придется Скорее всего Покупать Устанавливать Другие Браузеры Хром Хром Мозил Оперу Кто чем Пользуется Ну так Давайте же Перейдем На Другую Страничку Попытаемся Загрузить Видео Встроенное Вот как мы видим Еще раз Минус Большой То что Данный Встроенный Браузер Здесь Вылетает В целом Планшет Бюджетный Оправдывает Свои Деньги Как Десятидюймовый С аккумулятором На 6000 МАч На нем Можно Как Сёрфить Интернет Так Играться В какие-то Игры Конечно Звезд Неба Он не Хватает Для Настройки Придется Покопаться Потому что Вылетает Браузер Камера Неплохая Ну Давайте Зайдем Еще раз На YouTube Посмотрим Каким образом Просто Хотя бы Ролики Какие-нибудь Можно ли На нем Просматривать Так Ну и Загрузим Соответственно Насладитесь Качеством Кофе Неспрессо И продлите Ну как мы видим Ролики Загружают Вообще Без проблем Разворачивается Ну как мы видим Видео на нем Смотреть Достаточно Удобно Вот Вот Такой Планшет От Компании Supra M143 На этом Все Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Вопросы Задавайте В комментарии Всем спасибо Всем спасибо За внимание Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры